всем привет сегодня vision онлайн беседует и берет интервью профессиональной фотомодели талантливого и очень творческого человека по совместительству моей очень хорошей подруги марии тутовой смысл сниматься бесплатно если нет если нет интереса экстремальные съемки обожаю меня меня начинающие фотографы я если честно сочувствую мне нравится людей провоцировать мне нравится людей чему-то учить ты считаешь только это это нормально молодые люди их было не один я коллекцию да я коллекцию до сына привет да привет маша расскажи какие съемки тебе больше интересны как профессиональные модели ну конечно коммерческие съемки с жанра но в основном я снимаю жанре ню также мне нравятся какие-то креативные проекты какой-то арт экстремальные съемки обожаю то есть это какие-то уличные не знаю там у съемки в которых меня там чем-то обмазывают поливают у тебя очень часто можно встретить довольно таки и откровенные фотографии как вообще окружающие реагирует на это много ли ты чувствовала какого-то непонимания осуждение со стороны окружающих постоянно 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 сталкиваюсь с осуждением и непониманием но скажу что 50 на 50 в принципе и с восторгом каким-то поддержка и так далее тоже нередко сталкиваюсь есть такие люди которые все-таки понимают это и нормально их относится даже незнакомые да приятно что их немало людей но в плане критики опять же это могут быть абсолютно какие-то левые люди мимо проходящие также быть мои близкие люди то есть мой молодой человек очень часто скептически относится к моим съемкам ну его можно понять все-таки ревность такая ну в чем может быть ревность здесь это моя творчество да то есть это мое самовыражение почему почему нужно к этому ревновать да не ну людей просто разные там свои моральные устой бывают кто-то поддерживает это это их это их проблема я считаю то есть в мои моральные устои вписывается моя деятельность это самое главное все дело то что мне нравится ты как модель участвовал в каких-то глобальных таких масштабных съемках где много фотографов моделей видеографов собак вообще всех всех то есть вот что такое масштабное грандиозное вот участвовала в таких или тебе больше по душе спокойная все-таки обстановка съемки в студии там с фотографом это за один это зависит скорее зависит скорее от поставленной задачи от моего настроения людей с которыми я работаю я часто участвую в воркшопах достаточно таких крупногабаритных где присутствует большое количество фотографов каких-то ты себя спокойно ощущаешь в этой сфере мне нравится да то есть какие-то глобальные съемки рассматриваю с точки зрения именно время препровождения веселья да то есть меня больше интересует именно сам процесс мне интересно там общение с людьми внимание ко мне большого количества людей мне тоже очень нравится если это какая-то творческая съемка меня интересует результат конечно это лучше спокойной обстановке делать либо когда это именно общение с фотографом да то есть для меня очень важно взаимопонимание и процесс общения для этого конечно больше подходит интимная обстановка это спокойная студия совершенно такие разные съемки разное да разное понимание а твое отношение к тфп ты снимаешься в тфп или вот против этого вообще вот жестко коммерция и все нет почему я чтенько снимаю с тфп то есть когда мне интересна задумка у меня есть несколько моих любимых фотографов с которыми я готова просто вписаться в любой блудняк но вот мы часто снимаем какие-то интересные ну только ради своего интереса только если хочется воплотить какую-то свою тоже смысл сниматься бесплатно если нет если нет интереса согласна я должна быть заинтересована либо в человеке который мне это предлагает то есть это уже как процесс общения либо в результате то есть это уже творчество коммерческие съемки это как правило как правило предлагают непрофессиональные фотографы но вот либо уже на воршопах когда конкретно организатор зарабатывать этого денег вот тогда соответственно я заинтересована коммерции ну это да мы тут просто вот с vision онлайн топим за тфп революцию вот это которая сейчас постоянно взрывает за что ты считаешь это нормально конечно нормально все все уместно в зависимости опять же говорят поставлены задачи если людям интересно если они горят и понимают что они с этого там не зарабатывают денег ну почему бы нет тфп любит например там профессиональные модели предложить тфп съемку какую-то которая им нужна не знаю каталожную какую-нибудь но они делают из этого тфп то есть чтобы за бесплатно нанять себе модель ну то есть вот в этом плане такого же много бывает бывает частенько но я считаю что это не честно не честно я вообще за движуху за творчество и собственно почему почему бы и нет коммерция это когда мне нити там либо не интересно это съемка когда либо человек готов за это платить то есть если человек готов платить то собственно это прекрасно вот а если я еще получу хорошие кадры но вообще замечательно а ты сама работала в качестве модели с начинающими фотографами да частенько как ощущение это интересно вот это уже сама говорила за себя сразу понятно даже на нет на самом деле это очень интересно мне нравится людей провоцировать мне нравится людей чему-то учить да то есть начинающий фотограф это как раз очень хороший такой объект для тренировки меня меня начинающие фотографы я если честно сочувствую перед тем как они вот если с машей хотят работать им наверное сложно не знаю я думаю да мне нравится мне нравится человека раскрыть его потенциал понять вообще зачем он это делает ну я люблю поиграть психолога поэтому до начинающие фотографы в этом плане очень такой то есть они интерес поработали с тобой и чувствуют сразу так поднятие своего скилса как минимум как минимум самооценки все-таки поднимать самооценку это хорошо такой вопрос еще успешное фото это 90 процентов фотографа и 10 процентов модели или наоборот или 50 на 50 как вот и соотношение опять же зависит от фотографа и от модели кто кто больше поработал того того и заслуга нет но они же работают как бы вроде вдвоем съемка же там длится и фотограф снимает модель работает это конечно но допустим если модель деревянная да и фотограф просто буквально руками и уставил там выставлял кадр но ты выжимал из нее эмоцию то соответственно извините это работа фотографа вот модель тут является просто картинкой буквально пластилином из которого что-то слепили и и либо наоборот да мне не очень хороший фотограф условно либо тот который не умеет работать с моделью она сама там все сделала до встала вам только на кнопочку нажал то тоже как у больше больше работа модели идет поэтому это индивидуально то есть это зависит от опять же профессионализма того или другого одно или просто случая расскажи про свои занятия танцами ты все-таки сегодня больше модель или танцор все-таки сложный вопрос потому что моделинг я хочу все-таки вывести на достаточно хороший коммерческий уровень да то есть я хочу это сделать своей профессией но это танцы это это для души это мое творчество это мое самовыражение я работала танцовщицей много лет достаточно но не сложилась карьера поэтому сейчас я танцы оставила именно в качестве творчества в качестве развития ну и физической активности ну ты просто тоже выступаешь как танцор тебя бывают концерты различные то есть это все равно как-то больше тоже какая-то профессиональная такая деятельность немножко профессиональным я называю деятельность которую либо либо ты этому учился вот либо ты на этом зарабатываешь деньги и то и другое тоже может быть но но профессионально наверное все таки это когда зарабатываешь на этом деньги когда твоя профессия танцы сейчас за танцы денег я сейчас не получаю но это да но профиль но не профессиональных танцоров он же ее их же там не приглашают выступать на концерт и но по старой памяти мне еще зовут всех времен конечно тоже очень долго занимаешься танцами много лет до много больше десяти какие направления вообще танцев были начиналось все с восточных попала совершенно случайно то есть я занималась все детство спортом вот и тут решила что нужно что-то изменить попробовать что-то новое вот и случайно попала студии восточных танцев и все и началось случайно да вы просто пришли там в районная дк и было два направления танцев я выбрал восток с этого началась моя деятельность танцевальная то есть меня стали приглашать работать уже моды очень мне понравилось следующим этапом был стриптиз и я сначала пошла танцевать клуб а потом уже пошла заниматься ну вот очень не нравились танцы на пилоне очень круто вот хорошая физическая подготовка но и опять же творчество конечно несомненно занималась клубным рок-н-роллом буги-луги такие разные направления очень разное вообще как тебя так на и носила в разные стороны на случайно случайно то есть мне кто-то что-то предложил или я где-то что-то увидела и туда пришла и мне понравилось сейчас на данный момент я занимаюсь урбан танцами мало кто знает эти направления знаю только вот брейк-данс и металл сейчас начала заниматься тоже очень круто прикольно до этого были фанковые направления фанк никто не знает это слово да и первые вот название танцев не знаю фанк тоже вообще как это выглядит фанке много направлений разных но для такого образа это американская диско 70-х годов прообраз американского диско с чего все начиналось то есть да дальше уже это были и паппинг и локинг и господи вейвинг ну всякие иллюзорные стили робот можете представить танец робот это вот это фанк сейчас это так популярно да это это фанксуют так ради интереса можно залезть в интернет посмотреть как это выглядит как это выглядит в виду посмотрю интересно сейчас да сейчас брейк-данс я знаю что у тебя еще увлечение есть ты снимаешь на пленку давно давно не снимал очень давно но был период когда прям этим болела у меня целая коллекция пленочных фотоаппаратов ну это мой любимый он стоит пентекс мой давно очень не снимала но в принципе я пленку гораздо больше люблю чем цифру мне на цифру сложно снимать честно вот на пленку мне гораздо проще вопрос почему именно пленка наверно не стоит задавать потому что проще или другие какие то есть это проще лично для меня нет есть еще идеологические соображения то есть я считаю что фотография опять же это искусство и что создание именно создание фотографии это именно пленка потому что ты вымеряешь каждый кадр особенно если еще сам проявляю что ну конечно то есть это прямо создал это произведение искусства своими руками вот это очень круто цифра цифра я быстро устаю любимый аппаратик в нем еще осталась старая пленка надо дофоткать кстати а где ты находишь сама модели чтобы снимать что ты снимаешь вообще больше всего на людей 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 да это но это мои друзья как правило мои друзья молодые люди молодые люди молодые людей их было не один поэтому не один сразу так вот да я коллекцию я коллекцию собираю интересно несмотря на столько дел и увлечений твоих все таки да основной твоей деятельностью является массаж да да ты вот занимаешься им расскажи об этом поподробнее закончив свою танцевальную карьеру когда я поняла что я на этом не могу заработать категорически денег я вспомнила что у меня есть собственно сертификат по массажу и решила что неплохо было бы попробовать заняться массажем вот и вполне успешно то есть я работаю уже где-то лет 5 наверное может быть 7 даже вот в этой сфере то есть я работала сначала в салоне несколько лет потом я ушла сейчас работаю на себя я у себя дома оборудовал кабинет и всех жду к себе на массаж записывайтесь к марии на массаж а какие виды массажей классические оздоровительный спортивный так как у меня нет медицинского образования то есть я не делаю лечебный массаж я больше делаю оздоровительные виды то есть я работаю со здоровыми людьми общие то есть если есть желание расслабиться или там поднять тонус пожалуйста с удовольствием спортсменам да спортсменов очень люблю ну я думаю приходит наверно и день к бояда так но вернемся к моделингу все-таки вот я так и до сих пор не пила как все-таки говорится правильно моделинка или моделинг потому что все говорят по-разному от мне почему тоже нравится моделинка как говоришь мне как-то тоже вот это просто удобнее приятнее звучит на это знаешь как документы и документы вот этот тот же спорный вопрос то же самое да согласно как все-таки ты считаешь за границей проще работать моделью фото моделью или все-таки в россии где вот больше оплачивают там и я заграниц я заграниц я за границей не работала поэтому не могу не а стремишься туда вообще интересным нет нет а почему в основном уже модели они поработали в россии сразу куда-нибудь несмотря на то что я в китае несмотря на то что я стремлюсь коммерции мне все равно хочется заниматься творчеством несмотря скажем на мое желание заработать денег я все-таки хочу заниматься творчеством а поездки за границу предполагает вот конкретную работу ну да это ставить на поток это это уже да это уже поток и мне это уже неинтересно честно я не могу много работать мне это выматывает очень сильно то есть я сосредотачиваюсь на какой-то конкретной съемки до полностью сказать выжимаю себя до выдаю результаты дальше мне нужно нужна какая-то перезагрузка если ехать за границу то это нужно этот ну это да но у тебя все равно очень много съемок то есть ты каждый день что-то снимаешь не ноги к но не каждый так посмотришь за тобой там последишь за твоей ленты там инстаграме еще где-то и постоянно какие-то съемки ну стоя на что час рака часто бывает такое что у меня там неделю-две съемок вообще нет бывает такое что там там чуть ли не через день интересно как так вот по-разному период периодами я стараюсь заниматься все таки вот так как у меня много разных направлений деятельности да я обычно я обычно периодами то есть сначала занимаюсь чем-то одним потом другим поэтому ну вот обычные съемки у меня как-то тоже отдельно идут оптом если вопрос о личной жизни можно же тебе наверно такой задавая все-таки открытая очень да и я ничего не скрою затронуть и это да конечно хорошо у тебя же есть молодой человек до доказала а в какой сфере вот он вообще кто он близок к тебе по духу в этом плане да конечно мы познакомились как раз танцевальные студии он танцор танцует уже там по-моему больше 30 лет то есть прямо такой серьезный чувак танцевать получается брейк брейк он тоже танцует но вот мы познакомились в студии фанка он танцует и фанк танцует локинг паппинг ну опять же в интернет в помощь танцоры наверное умеют танцевать все есть есть универсалы есть узконаправленные танцоры то есть это тоже опять же есть очень много разделения есть там харяжники есть там urban танцоры есть социальные много много направлений кому что ближе вот мой молодой человек он больше вот курбан культуре куличным танцам такое там ну как было модно собственно в его юности брейк-дансе там вот это все такое крутое а так работает он в нетворческой сфере занимается промышленным оборудованием продажник бизнесмен бизнесмен да хорошо да неплохо вот это тогда танцор мы с ним постоянно ходим на всякие вечеринки постоянно просто по всему городу встречаем танцоров его знакомых ну так это прикольно мне нравится эта сфера это область которая погрузилась благодаря ему да ну вот тебя с ним часто можно заметить на каких-то там вечеринках съемках движухах ну постоянно постоянно вместе так да как шерочка с маршерочкой как говорится постоянно да бываете вдвоем да какие-то проекты тоже клипы а клип снимали и планируем снимать что за клип клип группы паровоз до кубы летом снимали я была собственно главной героиней мы сами писали сценарии набрали всех актеров тоже своих знакомых танцоров тоже сделали танцевальный клип ну получилось мило то есть как продюсеры да мы еще выступали как продюсеры тоже очень интересно это все придумывать продумывать продумывать да по основным вопросам мы в принципе закончили и сейчас зададим марии блиц опрос блиц опрос это штука где я буду задавать вопрос а ты отвечаешь одним ответом но в течение 10 секунд так быстренько вот нужно отвечать на вопрос знаю я сосредоточилась проходили да хорошо тогда начинаем поехали вечернее платье или деловой костюм вечернее платье студия или планер студия битлз или роллинг стол роллинги конечно море или горы море вальс или танго сложный вопрос сложный сложный вопрос вальс чай или кофе 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 конечно спасибо мария спасибо приятно было пообщаться увидеться в который раз обнимашки что ты к нам пришла что согласилась на наше интервью приглашайте на съемки приглашайте обязательно само собой ну сегодня у нас было интервью с марией тутовой профессиональной моделью следите за ней подписывайтесь на нее инстаграм все всем пока 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 не